Своё право, своё разрешение на привлечение съёмки я вам не даю, я вас услышу автоматически. Я вас тоже услышал и запрещаю вам запрещать. Четя, а как у тебя имя? Не надо мне тыкать, не надо мне тыкать. Тыкать? Да, не надо мне тыкать. А ты почувствовала на себе, что тебе тыкнули? Конечно. Да? Каким образом? Таким вот неадекватным. Физическим образом ты почувствовала, что на тебе тыкнули, да? Неадекватные люди. Всё, иди отсюда. Фу, какие. Фу, какая просроченная. Есть у вас просроченная. Фу, просроченная. Иди отсюда. Вот тут нашли детское питание с 5 месяцев, срок годности истёк с 18.06. Так, здесь у нас детское питание, а срок годности истёк с 27.10. С 4 месяцев. Памперсы, дата изготовления. 7-18 срок годности у всех памперсов, ну, от 3 года. Так, это у нас с 6 месяцев, а срок годности истёк с сегодня 1.07. О, ещё одна. Доброкачественная плесень. Очень вкусная. Стоят вот такие вот яички. Зелёная линия. 29-го, час 29.05. Срок годности у них 25 суток. Товар истёк на 8 дней. Так, вот 29-е. Вот ещё 29-е. Вот ещё 29-е. И ещё. Ещё 29-е. И ещё одни 29-е. Вот они. Так, яички. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шестая. И седьмая у Марина. Здравствуйте. Директор магазина. Своё право, своё разрешение на проведение съёмки я вам не даю. Я вас услышала, снимать. Я вас тоже услышал. И запрещаю вам запрещать. Я вам что не запрещаю, я не даю согласия. Я даже не спрашивал ваше согласие, вот честно. Я просто молчал. Я что у вас? Товарищ директор зашёл. Какой вопрос? Это товар магазина? Не-не-не, товар супер. Покажите мне, покажите. Во-первых, разговариваем все. Как? Вы мне скажите, скажите мне алгоритм, по которому я должна с вами общаться. Культура, как минимум. Ну, вы меня, продавцы, обучите. Обучите, вдруг я не знаю. Я вас внимательно куплю. Как очень любит меня. Покажите мне. Вот это было так, как я. Ага. Не стыдно вам продавать детскую просрочку? А также вы на сегодня из-за поменого столько. Или берёте 51-ю статью? Мы не продаём вам это. А что вы делаете? До октября 20-го года. До октября 20-го года. Просроченный продукт. Вот это. Куплено уже. Это человеческий фактор. Человеческий фактор с прошлого года. Мы этим умышленно не делаем. И вот это и пандемцы. Да что вы говорите, с прошлого года неумышленно? Неумышленно. С 20-го года? Уже 21-й на дворе. Тётя, проснитесь уже. Конечно, неумышленно. Вы разговариваете? Что? Я разговариваю. Нормально разговариваете? Евгения, у вас... А вы тётя, я дядя. У вас вот меня хотите. Я сейчас переспекрасю с вами вообще разговаривать. Пожалуйста. Прекратите. Вы с какой целью меня вызываете? Или где-то. Какую целью вы меня вызываете? А вы с какой целью вы вызываете? Чтоб вас в интернет потом выложить. Покупатель меня позвал. Я должна быть и пообщаться. А вы что, с охраной пришли? Вы боитесь нас или что? Нет, я не боюсь. Но я не уверена вообще в докладности вашего поведения. Мы тоже не уверены в вас. Ясно всё. Ну, поэтому у вас камера, у меня. Я вас слушаю. Ваши претензии. Вы согласны, что нехорошо держать на полках? Продавать, реализовывать. Да, мы не реализовываем. Публичная аферта, знаете, что это такое? Конечно. Это что? Цена и товар. Это называется реализация. Это неумышленная реализация. А на 8 дней яйца просрочены неумышленные, да? Нет, неумышленные. Неумышленные. Вот такой вот сырочек такие продавать тоже неумышленные. Вот, наверное, тоже просрочены. А, то есть, есть такой есть можно, да? С плесенью можно. Люди, кто хочет кусочек с плесенью, Ну, перекресток вам продает бесплатно. Точнее, отдаст бесплатно. Пожалуйста, возьмите. А у вас продавцы чем занимаются? Кто хочет детское питание? 2020 год. Ну, вы же не на рынке. Что вы это проведете? Это? Это руина. Простите, я... Я что, вы срождала? Да. Если вы на рынке, тогда вы можете ввести какое-то... Удостоверение в развертном виде, пожалуйста. Вы ко мне обратились? Удостоверение в развертном виде. Удостоверение в развертном виде. У меня все находится в машине. Я не стану представить, меня выйти. Идите. Вы не комплектованы. Сходите. Вы сейчас что хотите? А у вас есть полномочия заниматься нравоучениями? Концерт. У вас полномочия входит заниматься нравоучениями? Нравоучениями? Конечно. У вас нет никакого смысла. Что вы говорите? Да, именно полномочия. Что вы говорите? Это наше потребительское, гражданское взаимоотношение. Вы не должны вообще вмешиваться в это. Вы не должны вообще вмешиваться. Помолчите. Помолчите. Не надо заниматься нравоучениями. В ваши обязанности это не входит. И еще? И чем? Чем-то вы говорили еще? Ну, в трубку там включали. Чем? На букву В подскажу. Чем? В мошенничеством? Чем? И вы говорили в трубку. Четя запамятовала? Да, да, да. Она мне в трубку так кричала, кричала. Я такая, блин, обиделась. Прострочка детская с прошлого года торгует. С 20-го года. С детского питания. Сыр вообще с плесенью. Вон, смотрите. Тетя говорит, это неумышленно. На сыре выступила соль. Соль? Тетя, вы сама в соли. Участков разберется. Вот эти вот соли дальние. Вы ведите себя адекватно? Веду себя адекватно. Короче, что хотите в итоге. Ты себя веди адекватно. Признай, что у тебя просрочка. Нет, нет, нет. Я не могу сказать. Все, я прекращаю. Надо вызвать, а давайте в полицию. Давайте, заодно вас оформим по 238-й УК РФ, часть 2-я, пункт Б. Вызывай, тетя. Вызывай, тетя. Тетя, вызывай. Вызывай, тетя. Да, да, да. Сейчас вызовем, и вы можете писать вот это все. Но я спешу на вас я. Пиши, пиши сколько угодно. Пиши, тетя, пиши. Выступай, дядя. Пиши, тетя. Пошел бы лучше поработал. Пошла бы ты работать, понятно? Я работаю, а ты писи. Вот иди работай. Собери просрочку в магазине. Пока. Пока. Звезда Ютуба. Ты забыла по обоим. Пиши другой. Ой, какая деловая-то, а. Звездой отсюда. Нужен будет возврат. Звездой. Мы просрочку не воруем. Я не знаю, деньги, деньги, перегрёстка вы же воруете. Да. И вы конкретно с вами хорошо общались по-человечески. А вы что делали? Да. Да. Вы настолько превысили свои вообще... А вы что такая неострая, которая желание не проявила товар? Свежий причём. Я же доверяю. Я же не знаю, что... Да, я вам тоже доверяю. Крюша. Вы написали мне расписку, подтвердили свой рост. А вы мошенник, а вы в отходе. Как её? Мошенник. Без денег. Чётя, а как у тебя имя? Не надо мне тыкать. Не надо мне тыкать. Тыкать? Да. Не надо мне тыкать. А ты почувствовала на себе, что тебя тыкнули? Конечно. Да? Каким образом? Таким вот неадекватным. Физическим образом ты почувствовала, что на тебе тыкнули, да? Неадекватные люди. Всё, иди отсюда. Неадекватные. Фу, какая просроченная. Есть и с вами просроченная. Фу, просроченная. Иди отсюда. Пока. Пока, просрочка. Всё, выйти на дороге. Пока стоим. Сейчас я полесу. Дядя, не трогайте тележку. Я надежда? Слышите, нет. Мы в магазине находимся. Я из магазина не выхожу. Аркань, пускай не едешь. В магазине находимся, дядя. Не трогайте тележку. Не надо превышать до взрослых людей. Вы не тетя. Вы не тетя. Ты тетя? Я? Нет, я, наверное. Я не знаю. Я не знаю. Если вы тетя, значит, вы тетя. Всё, уйди отсюда. Да, наш тема, да. Артем Вольф. Да. Привет Артема Вольфа. Полицию-то. Вызвали уже? Привет. А сколько? Ладно, что не встать. Подождите, минут 15 раз. Да? Ну, мы будем ждать. Заодно оформим. На Буховецке прям очень быстро приехали. А ты можешь повторить на камеру, что ты до этого сказал? Если ты мужик. Чего в рот воды набрал? Ты не мужик, да? Раз не можешь повторить. Мужики обычно, ну, они отвечают за свои слова. А женщины, они обычно не это. Они не отвечают за свои слова. Они всё, что изо рта вылетает, сразу проглатывают. Но это, короче, не мужик. Это баба типичная. Да матом ругается в общественном месте. Вот попросили его повторить на камеру то, что он сказал. Чего рога сказал? Ну, то, что не острый. Глупый просто. Законов не знает, что в общественном месте есть такая статья. Это 20.1. До 15 суток орешки. Ну, вот типичная баба стоит. Не может повторить. А можешь ещё раз повторить то, что показывал? Это жест в публичном месте, знаешь, да, статья есть, чувак? 20.1. Ты, надеюсь, знаком с 20.1, нет? Жест в публичном месте. Унизительного характера. Вы мне палец показали средний. Калан? Да. Хочешь покажу, продемонстрирую? Совсем тут. На камеру можешь ещё раз повторить? Чего надо-то вам? На камеру то, что показал девушке. Чего ей показывал? Чего ей показывал? Половой орган ты показывал. Вот что показывал. Или ты не мужик? Да. Сначала давайте вы выслушаете сторону, которая вызывала вас, да? А потом уже к нам подойдёте. Ну, давайте я вам для начала скажу, что я вот конкретно вам не даю согласие в том, что вы не снимаете. А я у вас и не спрашиваю. Ну, я просто вам говорю, что если... А вы сейчас находитесь вообще без маски в общественном месте, сотрудник полиции? И что дальше? Дальше то, что вы должны быть в маске, как и вот эти вот сотрудники полиции. Привет? Да, у меня привит. Да? Справочка должна быть? У меня есть справочка. Я собираюсь... Ну, это уже своему начальству колокольцу вот скажете, что вы привиты, и у вас есть справочка. Хорошо, так, так, ну что, я не понимаю, что... Сейчас, сейчас, я деревья маза, я не знаю. Нам нужен участковый. Кстати, фотографируй. И колокольцу отправим, молодой, это как его прапорщик, за то, что без маски ходит. Ой, маска сразу нашлась, да? У товарища прапорщика, маска нашлась сразу. Нашлась, конечно. Ну, сразу колокольцу будет отправлено. Отправляйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, не совсем обеспечивая поведение молодых людей. Сняли зачем-то товар с непонятной цели у школы. Что они конкретно хотят, я не знаю. Они приходили вчера. Данные люди занимаются, ну, фактически, путем осуществления возврата и порчи нашего мишечка. Вот, я бы, как представитель компании и как частный элитон, бы обстрел бы нацелить на них заявление. А, через оскорбение меня, да, никакого конструктивного диалога, что им было. Ну, в данный момент они вас не оскорбляют, насколько я вижу? Ну, в данный момент при вас, конечно. А, полчаса назад, вот, при сотрудниках... Ну, я понимаю, что у вас участкового полномочия нужно. Да? Да, желательно. Сейчас мы свяжемся с дежурной частью. Дайте им это, вы услышали, да, эту сторону уже. Ну. Пойдемте, где детское питание? Вот это, купленный уже, да? Вот, смотрите, это купленный товар уже. Ну, я не Роспотребнадзор, правильно, молодой человек? Ну, срок годности, когда есть тёпка? 27-е, 10-е, 20-е, это... Вот, поэтому коду мы здесь находимся. Это вы сегодня купили? Да, нет. У вас чек есть? Конечно. Мы вчера купили, сегодня приезжали. У вас чеки есть? Да, там целый пакет. И четыре заявителя. Нет, я говорю, я же не спорю с вами. А плюс не соблюдение, теперь, кто навалю с ним, а и условия хранения, а также нарушение... Поэтому гражданка врет, что мы здесь, это, как, по непонятной причине здесь находимся. Сейчас давайте это самое. Сейчас мы сообщили дежурной частью. Я уже стала гражданкой. Вот. Сейчас сюда будет вызвано участковый полномоченный, будете тогда уже контролировать. Ну да, мы напишем заявление по 238-й УКР в час 2-й. Ну, это разберётесь уже с участковым, он более компетентен в этих вопросах, так скажем. И нарушениям объёмных. А это 238-й, это для директора. Если они стоят в отделе, там есть продавцы, которые занимают цепь. Вот чек покупки, только что на приобретённые товары. 183 рубля. У меня нет времени разглядывать, и я не занимаюсь выплаткой товара, чтобы следить за этим. Я тассирую. Директора зовите, пускай идёт объясняется с покупателем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...